Путешествовать с дружным певческим коллективом хора по просторам Подмосковья – одно удовольствие. За 15 лет творчества в хоре накопился огромный репертуар от народных патриотических песен до романтического «В Париже танго». Почтенный возраст исполнителей придает искрометной мелодии особый шарм. Руководители хора Светлана Виноградова и Илья Новчинникова считают, что в эти минуты их подопечные молодеют. Дмитро встречает экскурсантов теплой солнечной погодой. Здесь привыкли к туристам. Город – гордость Московской области. Он был основан более 850 лет назад Юрием Долгоруким и впитал в себя чуть ли не всю российскую историю. Экскурсовод Анна Камушкина раскрывает перед слушателями забытые, незнакомые страницы истории. Прогулки по ухоженным, благоустроенным улицам Дмитрова – все равно, что путешествия во времени. Борисоглебский – действующий мужской монастырь – одна из самых посещаемых достопримечательностей. На территории монастыря находится одноименный собор Бориса и Глеба, построенный в середине XVI века. Церковь Николая Чудотворца и Часовня. Дмитров – практически ровесник Москвы. Он был основан всего через 7 лет после нее, в 1154 году. Его основатель Юрий Долгорукий над названием долго не раздумывал, даровал городу имя своего сына Дмитрия. Дмитровский Кремль – исторический центр города. Музей-заповедник – величественный белокаменный Успенский собор. На территории Кремля много памятников – Кириллу и Мефодию, Петру и Февронии, профессору, дедушке русской анархии Кропоткину. Здесь когда-то был его дом, а улица носит название Кропоткинской. Дмитров надо изучать не один день. Настолько он богат своей историей. Памятник основателям. Человек, который построил столько крепостей, который, можно сказать, заложил здесь новое княжество на севере. Уже, конечно, его потомки впоследствии усилили это княжество. И посмотрите, как современные жители города блюдут свои традиции, приукрашают свой город. У нас огромная площадь, и проходят разные мероприятия. И даже неплохо, что с той стороны, посмотрите, стоит памятник Владимиру Чуленину. У нас как бы исторически встречаются разные эпохи. И мирно, спокойно уживаются. Завершилась поездка вкуснейшей трапезой и многочисленными благодарностями в адрес устроителей поездки, руководителей хора и, конечно, здравится и фестивалю Одинцовские самоцветы, организаторы которого делают лауреатам такие уникальные подарки, как путешествие по Золотому кольцу России. Наш хор Лира, хор ветеранов, существует уже 16-й год. В прошлом году мы праздновали небольшой юбилей, давали сольный концерт. И ежегодно, уже 7 лет подряд, мы активно участвуем в конкурсе Одинцовские самоцветы. С большим энтузиазмом наши участники хора, с большой любовью учат репертуар, готовятся, очень переживают во время выступлений за результаты выступлений. Но мы всегда лидеры. Первые и вторые места нам обеспечены. Мы с огромной благодарностью относимся к нашей администрации, которая развивает культуру в нашем районе, уделяет большое внимание развитию самодеятельности, различным коллективам. Ну, а мы понимаем, что без музыки, без культуры нация умирает. Покупка сувениров на память и снова в путь. Домой. И, конечно, с песней. Танцы, молодцы!